С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 18 августа. У родившихся в этот день 1750 год. В этот мир приходит Антонио Сальери, итальянский композитор. Несколько десятилетий он в центре музыкальной жизни Европы. Дирижер итальянской оперной труппы в Вене, один из основателей в Венской консерватории. Автор более 40 опер и камерных произведений. А еще Сальери был прекрасным педагогом. Среди его учеников Бетховен, Шуберт, Лист, а также многие знаменитые оперные певцы того времени. Широко распространенная легенда об отравлении Моцарта итальянцам не подтверждается фактами. Кто скажет, чтоб Сальери гордый был завистником презренным? Никто. А ныне сам скажу я. Я завидую. Ну или еще. Ведь гений и злодейство две вещи несовместные. Так писал Александр Сергеевич Пушкин. 1824 год. Пьер Мартен приходит в этот мир. Французский металлург, создатель мартеновских печей. В 30 лет он директор металлургического завода и руководит производством почти 30 лет. В 1864 он представил печь нового образца с принципиально новой конструкцией. В течение многих часов в ней при использовании принципа регенерации продуктов горения из чугуна и лома вырабатывали сталь. Плавильную печь и сам способ обработки назвали в честь Мартена. Мартеновские печи и Мартеновский способ до середины 20 века оставались лучшими в мировом производстве. 1933 год. День рождения Романа Полански или Раймунда Романа Либлинга Полянского. Кинотеатрального оперного режиссера и актера, а также сценариста, продюсера и, разумеется, фотографа. В возрасте 43 лет он обвинен в незаконной сексуальной связи с 13-летней девочкой Самантой Геймер. Свою вину он признал. Однако после 45 дней, проведенных на психоосвидетельствование, понимает, что его чистосердечное признание не будет принятого внимания и ему грозит до 50 лет тюрьмы. Тогда Поланский бежал во Францию, чье гражданство он сохранил. Дело против него остается открытым и едва он переступит границу США, ему придется отвечать по всей строгости американских законов. В 1945 году родился знаменитый советский композитор и певец Владимир Мигуля, в 1964 Наталья Ветлицкая певица, а в 1966 году нынешние телеведущие игры «Что, где, когда» Борис Крюк. Ну а теперь о некоторых событиях. 1227 год. В своем последнем походе с целью окончательного уничтожения тангутского государства Сися умирает Чингисхан, слава которого буквально оживает в посткоммунистической Монголии, даже в российской Калмыкии. Еще полстолетия спустя внук грозного завоевателя Хубилай основал в Китае монгольскую династию Юань. Она правила почти век и перенес свою резиденцию из Каракорума в город Ханбалык, выстроенный на месте старой столицы Индзина. Теперь это Пекин. 1689 год. Петр I в нижнем белье бежит из Преображенского после того, как приходит известие о заговоре царевны Софьи. Дело в том, что в Кремле появляется странное письмо о том, что потешное войско Петра якобы собирается убить царевича Ивана, Софью и ее сестер. И сама Софья решила отдать приказ везти в Кремль 300 стрельцов и запереть ворота на ночь. 17-летний Петр спешно бежит под защиту стен Троицкого монастыря. Будущий царь этого сестрицы не простил. Петр в конце концов берет власть в свои руки, а Софью отправят в Новодевичий монастырь. Стрельцов же практически всех уничтожит. 1845 год. Высочайшим повелением императора Николая I утверждено представление министра внутренних дел Российской империи графа Перовского о создании в Санкт-Петербурге русского географического общества. Задачей с первых дней его деятельности было собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли. 1914 год. Указом Николая II Санкт-Петербург переименовывается в Петроград. Причина – война с Германией. Экстренный выпуск биржевых новостей гласил «Мы легли спать в Петербурге и проснулись в Петрограде. Кончился петербургский период нашей истории с его немецким оттенком. Ура, господа!» 1920 год. Принята 19-я поправка Конституции США, которая предоставляет право голосовать женщинам. Поправка внесена в Конгресс еще в 1878 году. А в 1922-м поправка даже была оспорена в Верховном суде страны, который, однако, единогласным решением отклонил иск и подтвердил, что 19-я поправка является частью Конституции страны. В 1958 году там же, в США, выходит в свет скандально известный роман Владимира Набокова «Лолита». Написан на английском языке. Опубликован в 1955 году в парижском издательстве. Впоследствии переведен самим автором на русский. Считается одной из самых выдающихся книг 20 века. Он назван четвертым в списке 100 лучших романов всех времен по версии Modern Library и попал в список 100 лучших романов столетия по версии журнала Time. 1963 год. В известиях публикуется поэма Александра Твардовского «Теркин на том свете». Острая сатира на бюрократизм, на широко раздутые штаты номенклатуры, на постоянные перестройки. В поэме говорится о сталинских репрессиях, об уродливом культе личности. Ну, в общем, вот теперь. 1984 год. В Москве открываются альтернативные олимпиады в Лос-Анджелесе игры «Дружба-84». Международные соревнования в девяти государствах социалистического лагеря. СССР, Болгария, Венгрия, ГДР, КНДР, Куба, Монголия, Польша и Чехословакия. Под официальным девизом «Спорт, дружба, мир». Они действительно были альтернативой бойкотирумом СССР и его союзниками летних олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Соревнования проводились во всех олимпийских видах, кроме футбола и синхронного плавания, а также в трех неолимпийских видах – борьбе с амбо, настольном теннисе и теннисе. Ну и последнее. В 1782 году, в такой же день в Петербурге, открыт торжественно памятник Петру I. Перед взором собравшихся на Сенатской площади предстал необычный всадник, простирающий вперед руку, сидящий вместо седла на медвежьей шкуре без царского парадного облачения. Народ недоумевал – голый посажен на взбесившегося коня. 12 лет посвятил французский скульптор Этьен Моррис Фальконе работе над медным садником, идеей которого стал образ Георгия Победоносца. Для постамента в окрестностях Питера мастер нашел огромнейший гром камень, в честь успешной доставки которого была даже выбита медаль, с надписью «Дерзновению подобно». Воятель же покинул Россию в 1778 году, после того, как Екатерина II не пожелала смотреть котовую статую, и денег за ее отливку не заплатила. Враги скульптора напели императрице о якобы недоброкачественной работе мастера. За несколько дней до открытия монумент обнесли полотненной оградой, пятисаженной высоты с изображением гор и скал. В день торжества вокруг памятника построились гвардейские полки. По сигналу Екатерины II ограда упала, открыв изумленным очам зрителей Петра на коне. Надпись на камне гласила Петру I, Екатерина II. После пушечного и ружейного салютов последовал парад войск. Своё нынешнее наименование «Медный всадник» памятник получил после поэмы Александра Сергеевича Пушкина. На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн, и вдаль глядел, и думал он, Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложён на зло надменному соседу. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова